В 90-е годы американские спецслужбы здесь жили как дома. Возьмите Мингоском имущество. Вот во времена Поливанова, вы нам прекрасно знаете, там было больше 30 американских советников, которые имели допуск ко всем нашим режимным предприятиям. Они там отзолотились и обогатились. Это было следствие Чубайса, извините. Ну, следствие Чубайса. Но это же прямой вопрос, который на зрение задали Владимиру Владимировичу. Когда Поливанов как вопрос поставил, уже это убрали. И Путин сказал, что да, мы знаем, что в окружении Чубайса были. И вот в своем недавнем, в одном из своих интервью, Поливанов, замправительства, одновременно председателем этого комитета, он сказал, что он получил официальный документ из ФСБ, и было указано, кто из советников этой структуры является, подозревается связью с американской разведкой, либо установленной разведчики. Он попытался их уволить. Через 70 дней уволили самого Поливанова. Вот результат того, что было. Владимир Михайлович, вы же генералом были? Ну, да. Так а тогда кого спрашивать? Нет, Владимир Михайлович, вы меня попросите, я все понимаю, но когда мы говорим о том, что такая ситуация, у меня возникают простые вопросы. А чего мы ждем? Если у нас есть информация, если мы понимаем, почему на основании тех данных, которые есть, не возбуждаются дела, если я правильно понимаю, измены Родины, срока давности там нет. Государственные измены. Государственные измены. Там срока давности нет. Что мешает сейчас активировать эти статьи? Ведь тогда очень многое из истории 90-х станет понятно. И санкция там 20 лет. Да. Как, например, Кох, который был вице-премьером, да? Вот он сейчас в Германии. А он не являлся обладателем большого количества секретов? Как министр иностранного дела Российской Федерации господин Козырь сейчас находится и прекрасно себя чувствует флоридским пенсионером. Это же только, ну так, на поверхности. А таких фамилий-то много. Много, да. Но мы же об этом замалчиваем. Вот Михаил стал говорить, например, о том, о компании, которые в результате грабительской приватизации, там, ваучерных аукционов, залоговых аукционов, оказались в руках. Ряда лиц. Они сейчас российские компании? Или они типа называются российские, а де-факто находятся под полным управлением неизвестно кого? Может быть, надо рассмотреть вопрос, ну, скажем так, об обратной приватизации?